МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельное совещание у главы муниципального образования. Вот то, что сейчас будет приниматься здесь, это будет законно. Общее собрание садоводов товарищества Десна. Почему вы изначально не позвонили своему сыну? Ну, он же сказал, я разбил телефон. Телефонное мошенничество в Ярцево. Внимание, марш! Десногорцы активно сдают нормы ГТО. А теперь об этих и других событиях подробнее. В областном драмтеатре прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников культуры. Губернатор наградил лучших работников, которые внесли значительный вклад в развитие культуры на Смоленщине и вручил им благодарственные письма. Всемирный день театра, который отметили 27 марта, традиционно прошел под единым девизом – театр, как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. Это не только праздник мастеров сцены и всех работников театра, но и миллионов зрителей. В Смоленском драмтеатре по этому случаю состоялась премьера комедии «Клинический случай» Рея Куни. 28 марта состоялось первое оперативное совещание под руководством избранного на минувшей неделе главы Десногорска Андрея Шубина. Подробности в нашем сюжете. С понедельника на должность заместителя главы по социальным вопросам назначен Александр Новиков, возглавлявший ранее комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу. Сейчас руководить этим комитетом будет Марина Кулакова. Должность ещё одного заместителя по экономике пока остаётся вакантной. Управляющей делами назначена Василина Черных. Вячеслав Сидунков теперь возглавит МУП ККП. С 3 по 26 апреля объявлен месячник по санитарной очистке города, который завершится 27 апреля общегородским субботником. Парковые зоны и наши городские площади. То есть там до конца текущей недели необходимо навести идеальность в порядок. Убрать песок с дорожек, с грозонов, вымыть формы, скамейки. То есть малая форма, которая существует, неусловно, привести в порядок. Сейчас в администрации готовят графики посещения главой всех предприятий и организаций муниципального образования. Встречи с коллективами пройдут в течение апреля. В учреждениях образования – весенние каникулы. На это время отдел социальной защиты населения направил на оздоровление 24 ребёнка, причём 10 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 1 апреля на территории области устанавливается особый противопожарный весенний-летний режим. В администрации региона обсудили реализацию мер, направленных на снижение смертности населения и повышение рождаемости на территории Смоленской области. В ходе заседания межведомственной комиссии отметили, что демографическая ситуация в регионе за последние годы заметно улучшилась. Показатель общей смертности снизился на 1,8% по сравнению с 2015 годом. На Смоленщине два дня хозяйничал резкий ледяной ветер. По области отмечен ряд случаев, когда порывы ветра ломали деревья, повреждали кровлю и рекламные конструкции. На телефоны смолян приходили СМС-оповещения об ухудшении погодных условий. По данным регионального МЧС, порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Жертв и пострадавших нет. Совместное товарищеское владение собственностью предполагает решение некоторых проблем только вынесением на обсуждение общего собрания. Такое собрание садоводов прошло в городском центре досуга. 26 марта инициативная группа пригласила членов садоводческого товарищества «Десна» на внеочередное собрание, чтобы постараться решить ряд юридических, организационных и финансовых вопросов. Зал в ГЦД был практически полон, но кворум собрать не удалось. Из 1 300 собственников участков на собрание пришли лишь 200 человек. В данном составе собрание не могло работать и принимать решения по повестке дня. Но такого количества вполне хватило, чтобы выразить доверие инициаторам собрания и создать из них рабочую группу по подготовке следующего собрания. Практически у всех была возможность выразить своё мнение, что помогло выработать план работы далее. Собрание решило, что ввиду трудности собрать для кворума более 600 человек, нужно организовать конференцию представителей от каждой улицы. А это всего 96 членов общества. Конференцию решили провести в апреле. В Смоленской области продолжают появляться опасные находки времён Великой Отечественной войны. 27 марта специалисты пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили три взрывоопасных предмета. В Якимовичах Рославского района обнаружили снаряд калибра 152 мм. В деревне Волковка – миномётную мину. В деревне Кудьярово Сафоновского района нашли корпус артиллерийского снаряда. Под Смоленском задержали 19 тонн польских яблок, следовавших из Белоруссии. В ходе досмотра груза помимо белорусских маркировочных этикеток выявлена маркировка Польши, а также следы срывов этикеток. В ближайшее время груз будет уничтожен. В Ярцево злоумышленник, используя девушку, которая искала себе работу, обманным путём похитил у пенсионерки 82 тысячи рублей. На телефон ярцевчанки 40-го года рождения позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её сын попал в дорожно-транспортное происшествие, и для решения вопроса необходимо незамедлительно передать 82 тысячи рублей. Пенсионерка, испугавшись за сына, отдала деньги прибывшему курьеру. Через какое-то время она засомневалась и сообщила о произошедшем в полицию. Пришла эта девушка, забрала деньги, пересчитала, забрала деньги и ушла. Я позвонила сразу на мобильный Андрею, сыну. «Мам, что ты готова? Ой, звони быстрее по 02». В ходе разыскных мероприятий девушка-курьер была задержана и доставлена в полицию. Стражам порядка она пояснила, что деньги она перевела своему работодателю, а за проделанную работу взяла всего одну тысячу рублей. О том, что она работает по мошеннической схеме, даже не подозревала. По данному факту, следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса мошенничества. У МВД России по Смоленской области обращает внимание граждан на необходимость быть предельно внимательными при общении с незнакомыми лицами. Если незнакомцы предлагают вам какие-либо услуги, не вступайте в диалог. Незамедлительно обращайтесь в дежурную часть полиции. Помните, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. И лучшая защита от преступных посягательств – это ваша бдительность и внимание. Расследование уголовного дела продолжается. Представители Министерства культуры Российской Федерации, ведущие туроператоры страны испробовали на себе трехдневный маршрут по смоленским достопримечательностям – усадьбам Новоспасская, Хмелита и историко-архитектурному комплексу Теремок. Эксперты сошлись во мнении, что маршрут понравится гостям региона. Напомним, что наша область подключилась к федеральному проекту «Русские усадьбы» в 2015 году. А сейчас о спорте. Несколько лет назад в России началось возрождение комплекса мероприятий «Готов к труду и обороне», включающих как популяризацию занятий спортом среди всех слоев населения, так и проверку результатов физической подготовки с помощью сдачи определенных нормативов. Десногорск тоже принял эстафету. Подробности в нашем сюжете. Первыми в программу по сдаче норм ГТО в Десногорске в прошлом году включили школьники. Стимулом для этого ребятам послужили дополнительные баллы, которые стали большим плюсом при поступлении в высшее образовательное учреждение. В этом году сдать нормативы пришли уже 44 выпускника и 19 студентов Десногорского энергетического колледжа. Спорт – это жизнь. И в дальнейшем мне это пригодится при поступлении. Ну, и, наверное, для себя. В первую очередь для себя я это все сдаю. С 1 января 2017 в мероприятиях по выполнению норм ГТО может участвовать и взрослое население города. Первопроходцами в Десногорске стали сотрудники предприятия «ЭЦМ». Порядка 26 человек пришло сдавать ГТО с большим удовольствием. Я вообще пошла, чтобы показать пример своим детям. Со мной сдает дочка. И идет со мной сын сдавать ГТО зимой. Потому что у него обязательно нормы лыжи будут. Сыну 9 лет, дочке 16 лет. Поэтому я как мама иду просто примером для своих детей в первую очередь. Всего в этом году приняли участие 85 десногорцев. Но попробовать свои силы может каждый. Основное требование – это возраст. Участники должны быть старше 6 лет. В Десногорске вообще можно только гордиться тем, что у нас отличные стадионы, которые с большим удовольствием нам предоставляет АТО «Транс». У нас замечательный байли Сейн, в котором мы буквально в четверг стартовали, плыли 50 метров. У нас в четвертой школе ТИР – достаточно оборудованное помещение. Для выполнения норм ГТО и для всех видов испытаний у нас спортивные площадки готовы. Чтобы принять участие в сдаче нормативов, необходимо пройти всего несколько шагов. Первое – зарегистрироваться на сайте. Второе – получить меддопуск. Третье – записаться в месте тестирования и спокойно начинать проходить испытания. И в результате получить свой значок отличия. Только не забывайте, что готовиться к тестированию необходимо 2-3 месяца. Продолжаем тему. Ребята из Шаталовского детского дома стали победителями крупного футбольного турнира, который прошел в столице. В финальном поединке юные смоляне переиграли команду из Владимирской области и завоевали главный приз – недельную путевку в детский футбольный лагерь в Подмосковье немецкого клуба «Штутгарт». В Рославле состоялось официальное открытие велосезона. Колонна в сопровождении сотрудников ДПС пересекла красную ленту и отправилась в путешествие по городу. В пробеге приняли участие около полусотни человек. Самым юным участником стал восьмилетний школьник, а самым старшим – 72-летний пенсионер. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова